Привет, друзья, с вами я, Триан. Сегодня поговорим про сектор, который в моем портфолио все больше и больше имеет долю, большую долю. И это игровой сектор. Почему идея увеличить место в портфолио для игрового сектора стала для меня очень важным? Из-за двух инноваций. Первое – play to earn. Второе – применение NFT в играх. Начинаю с любого предмета, заканчивая персонажем или каким-то скином, миром, частью мира. Например, можно купить какую-то трассу в E-Games или же далее иметь возможность создать свою трассу и дать в аренду, чтобы там люди гоняли. Play to earn сектор будет только-только увеличиваться, параллельно улучшаться. Механики. Сколько за что. Также кросс. Из одной игры в другую игру отправить что-то. Какой-то предмет, который будет поддерживаться и там, в этой игре. К примеру, я могу играть с персонажем Sub-Zero в GTA. И поскольку развитие графического сектора рендеринга, создание объектов, их анимация просто потрясающее. Другого слова нету. Последние движки для рендеринга и самым программ для создания объектов, их костевой системы. Я вырос в то время, когда персонаж ходил очень неадекватно. И падал неадекватно. Умирал неадекватно. Ну, куклой как. И сейчас с этими последними движками персонажи от NVIDIA тоже, кстати, очень интересное решение, которое также учится, чтобы падать лучше, ходить лучше в целом. И технология развивается очень быстро и большими шагами к реалистичному направлению. Реалистичная атмосфера, реалистичные персонажи. Play-to-earn инновация входит в этот сектор. И плюс NFT идентификация любого объекта, который играет очень весомую долю в будущем рынке игровых предметов и всего в играх. И для того, чтобы увеличить этот сектор в моем портфолио, для меня самое важное было найти, если не первый, то наряду с другими первыми, компанию, которая вот на таком рейтинге, которая создает игры. Я выбрал Unity из-за того, что почти 50% всех больших игр создаются на программных обеспечениях Unity. Далее, с Unity мне очень понравилась их покупка Veta Digital. Veta Digital – это одна из компаний, которая не только имеет фантастические программные возможности, которые применялись в Avatar, Men in Black, Lord of Rings, Tomb Raider. То есть, в мысли, наверное, каждый второй отличный с графикой фантастический фильм, там была рука Veta Digital. И они не только имеют топовые программные решения, но и работники сами асы в своем деле, таланты, скажем так. И когда Unity купили Veta Digital, они взяли весь этот ассортимент технологий и рендеринга, и создание объектов, и их анимации. Все это внезлили в свои программы для разработчиков, чтобы вся вот эта технология Veta Digital была доступна всем разработчикам игр, которые работают с Unity. Это было в конце 2021 года, в декабре эта покупка была. И третье событие, которое вчера произошло, Unity будет работать с списком блокчейн-компаний над тем, чтобы создавать SDK, то есть программные модули, для того, чтобы разработчик Unity мог пользоваться блокчейн, NFT, Play2Earn, InApp, Marketplace. И список этих компаний Unity опубликовали. Сегодня это Solana, Aptos, Altura, Tezos, ImmutableX, Infura, Icon, Algorand, Dapper Labs, Metamask, Natia, Truffle. Это весь список. То есть тут блокчейн, NFT, Marketplace, кошелек. Они все будут работать с Unity над созданием SDK. Итак, в моем портфолио акции Unity обязательно войдет, и она войдет в первичный портфолио сразу. Потому что я выбрал компанию, которая имеет программное ощущение, на котором разрабатываются почти 50% игр. Компания выбрала самую лучшую технологию, купила и дает своим разработчикам Veta Digital. Начинает сразу работать с топ, где-то сколько, 8-10 компаний, блокчейн-компаниями. Обеспечивая себя возможностью стать лидером, работая над всеми инновациями, которые происходят в мире. Не только со стороны графических возможностей. Токенизации, кошелка для хранения этих токенов. Маркетплейсы для купли-продажи этих токенов или NFT. И, конечно же, механики для play-to-earn направления. Там еще есть stream-to-earn, что еще лучше. Так что в обязательном порядке у меня в портфеле добавляется Unity. И в вкладке причина инвестиций у меня в портфеле есть такая вкладка. Будет написано 50% разработчиков. Покупка Veta Digital. Их технологии, их талантов. Вся эта технология открытым доступом для разработчиков. И третья. На фронте инновации. Делая реальные шаги. Работая сразу же с пакетом где-то 10 блокчейн-компаний. Все. Я доволен этим выбором. Если кому интересен мой портфель, подробности в описании. Спасибо. Увидимся.